Всем привет, с вами снова Юля, и сегодня у нас, да, опять акварель. Но акварель не простая, я очень много хорошего о ней наслушалась в интернете, возможно это плохо скажется на обзоре, я буду более критична, чем обычно, но у меня очень большие ожидания от вот этой вот прекрасной красавицы. Это японская акварель Кюратаки Гансайтамби, надеюсь правильно произнесла, и дело в том, что она не совсем обычная акварель, это традиционная японская краска, тут даже на упаковке написано, что по сути это игуашь тоже, в зависимости от того, какое количество воды в нее добавлять. Меня это очень интригует, потому что я честно люблю крывистые краски. Не все, но люблю. Часто сама грешу тем, что в своих акварельных иллюстрациях использую слишком плотный цвет, в итоге на акварель в конце концов картинка уже не очень походит, но возможно эти красочки прям покорят мою кокора, или нет? Давайте узнавать и распаковывать. Какая она безумно приятная на ощупь. О май! Офигеть, они огромные! Жесть! Когда привык к полу кюветкам от всяких шминки, это выглядит просто как какие-то ведрища с краской. Ну, красотень, нечего сказать, реально красотень. Правда, создается впечатление, что в самих кюветах очень мало краски налит, как будто прямо на дне кюветки, особенно на белом заметно. Они вытаскиваются. Оттенки в принципе довольно стандартные, тут вот несколько металликов есть, цвета пронумерованы, но подписаны все, к сожалению, на японском языке, ничего страшного. На обратной стороне коробки тут есть выкраска, на которой все продублировано на английском. Интересно, можно ее использовать по назначению? Ладно, не суть. Я тут свою выкраску подготовила. Как всегда, на индийской 100% хлопковой бумаге. Я всегда использую эту бумагу для выкрасок, потому что преимущественно на хлопковой 100% и рисую. Ну что ж, давайте всю эту красоту выкрашивать и познавать тайны японской краски. И рисовать я сегодня буду белкой от Silver Black Velvet с шестерочкой. Чуть не забыла. Пока непонятно, вроде ощущается как довольно стандартный акварель. Конечно, еще всегда следует учитывать, что хлопок очень сильно ожрет цвет. Но именно в этом и причина, почему я выкрашу всегда на хлопке. Она очень мягкая, не ложится прям шматками, кусками, очень легко размывается водой. Пока я, честно говоря, не особо в восторге от цветов. Первый красный, ну такой стандартный красный, а вот остальные три какие-то непонятно. Слишком розовые для меня. Потрясающе, первый раз в истории у меня потек линер Микрон. Именно на выкраске, именно на видео. Молодец, линер! У меня немножко складывается подозрение, что в составе этой краски есть мед. Или подобное связующее. Потому что очень она липкая в кювете. Прям как старая добрая советская акварель. Медовая, собственно. Не знаю, это пока никак не мешает, конечно, но просто заметка. Вот этот ряд цветов мне нравится уже больше. Потому что вот эти три розовых, что-то, честно, непонятно. Тоже оттенки, в принципе, получились схожие. Хотя в самой палетке оранжевый намного более ядрено смотрится. На фоне бледной охры. Ну ладно. Тоже не совсем понимаю смысла в двух желтых. Да, это говорит человек, у которого 139 цветов в одной коробке акварели. Я к тому, что если набор изограниченного количества цветов, 36, то, наверное, был бы круче, если бы они подобавляли больше таких необычных цветов, вроде вот этого или лавандового. Пока не знаю. Вот, я включил свое критиканство. Ну вот этот зеленый интересный. Такой грязный. Очень похож на гуашь по текстуре. Прям очень. Мы тут с вами наблюдаем супер аккуратную выкраску. Ааа, жесть какая. Чего все такое поплывшее-то? Ладно, давайте мы будем с вами дружно это обращать внимание. Мало ли чего в жизни бывает. Все равно основная площадь цвета остается понятной. И вот этот клевый цвет, такой глубокий. Прям зеленка такая. И вот это я очень люблю, такой цвет. Не знаю, как он правильно называется. Очень клевый. Прям вах-вах. Прям сразу примерно придумалась палитра для рисунка будущего. Так, вот этот интересный оттенок. Тоже такой максимально гуашевый. Необычный. Такой, конечно, без белью фиг спешаешь. Лавандовый. Один из тех цветов, которые реально сложно добиться в акварели. Без использования белью, который все не любят. Приятный синий. Такой очень похож на лавандовый. В квете казалось намного более ядреным. Пока синие какие-то слишком светлые, ненасыщенные. О, другой разговор. Красивый цвет. О, индиго. Тоже очень люблю этот цвет. Прям вах-вах. Очень здорово с красным или оранжевым сочетается. Какой он насыщенный фиолетовый внезапно появился. В кювете я ожидала от него такого бордового оттенка. Но это такой теплый фиолетовый. Тоже очень насыщенный. Непонятно. Вот этого цвета я как раз ожидала такой большей насыщенности. Потому что, ну вот, смотря как он выглядит в кювете, хотелось прям, чтобы он прям вах. Коричневый. Хм. Странный выбор коричневых, честно говоря, для набора, учитывая, что их всего два. Хочется прям какого-то промежуточного, такого красно-коричневого земляного, а тут довольно светлый такой, почти оранжевый. И очень блеклый. Непонятно. Ну, черный как черный. Очень укрыстый. Тоже довольно гуашевый. Простите внимание, кстати, как выцвел индиго. Такой он богатый был. И бах! Вот здесь вот что-то вообще странное произошло. Хлопок, видимо, прям пожрал знатно. Обидно, неприятно. Так, переходим к металликам. Честно, не особый фанат, в принципе, таких оттенков. Просто не знаю, подо что их использовать. Я очень мало делаю таких работ, которые прямо вот настолько графичны, что в них нормально будут смотреться золотые или серебряные вставки. Ну, в принципе, я не против наличия таких цветов в наборе, потому что почему бы и нет. Ох, что-то золотые. Ну, прям, скажем так, вообще не золотые. Набаловала у меня шминки со своими прекрасными золотистыми акварельками. И это прям, ну, не знаю, в жизни он выглядит вообще прям почти серым. В кивете еще отдает золото, но это, видимо, надо либо суперсерьезный слой. Ну да, если вот так вот два слоя накладывать, видна такая позолота. Но все равно. Ой, не знаю, не знаю. Что-то я, честно говоря, расстраиваюсь потихоньку. Набор очень расхайпный, не из дешевых. Не знаю, может, я что-то пока не поняла, не прощупала. Хотела сказать, может быть, бумага не та, но, блин, стопроцентный хлопок. Что значит не та бумага? Если акварель на хлопке себя плохо ведет, то, наверное, это не очень клевый акварель. Да, извините за неаккуратную выкраску, но, в принципе, она более чем адекватно говорит за себя. Краска очень-очень сильно выцвела. Те же красные оттенки, они прям почти розово получились, ну вот в сравнении с теми, какие в кюветах были. В принципе, да, вот эти три цвета, немножко непонятно их сути, смысл. Красные тоже вот очень похожи стали после того, как высохли. Зеленые, ну, тут они все пересекли друг друга. Вот этот оттенок сам по себе цвет интересный, но краска, ну, не знаю, пока мне доверие не вызывает. Красивый вот этот циркоз, очень красивый. В принципе, он даже особо не выцвел. Вот с этой вообще что-то странное произошло. Вроде сначала больше было, потом вода разлилась и съела почти всю панельку цвета. Лавандовый очень выцвел, офигеть, почти белый стал. Вот этот синий, просто посмотрите, какой он в кювете и какой он, блин, в жизни. Вот этот цвет похож на тот, как выглядит лавандовый в кювете. Не знаю, непонятно. Эти, получается, реально не синие, а два голубых. Индиго, я что-то прям расстроилась от индиго. Такой он красивый был, когда только начала выкрашивать и что-то... Ну, он еще тут с коричневым смешался и какой-то прям вообще, не знаю. Блин, и черный серым стал. Я, честно говоря, расстроена. Не надо стараться не осмотреть никакие обзоры, не считать никакие отзывы на продукты, которые обозревают. Но, блин, это очень известная краска. На Джексоне у нее просто дофига положительных отзывов. Все пишут, что это просто лучшая краска в их жизни. Тут на упаковке есть таблицы цветов. Кстати, очень странно расположены. Вообще не так, как в наборе, но есть пара в забавности. Например, лавандовый, который вот этот вот. Здесь он ультрамарин пэйл на самом деле. И посмотрите, блин, как он подразумевался. Я не знаю, как он должен, как хотели создатели, чтобы он выглядел и как он выглядит. А это у нас ультрамарин. Офигеть. Что вот это за краска? Форест Грин. Очень-очень глубокая, зеленая. Я, честно, вообще понять не могу. Это вот это вот. Ну, серьезно. Нет, она вообще не такая темная. Ладно. Собственно, вот выкраска шминки. Ладно. Что-то я на самом деле давно так не бомбила с краски. Уж не знаю, с чем это связано. Это не проплаченный обзор. Я все краски покупаю на свои деньги. И никакой рекламы здесь нет. То же самое со шминки Дэниел Смит. Я не хочу никого рекламировать, не хочу никого принижать, кого-то возвышать. Но просто пытаюсь сделать свои выводы, основываясь на личном опыте. Пока мне это не нравится. Извиняюсь перед всеми людьми, которые, возможно, любят эти краски. Как вариант, их можно попробовать еще выкрасить на целлюлозе. Но я не вижу особо в этом смысла, потому что я не рисую, в принципе, на целлюлозе. И если они будут на ней ярче, они, скорее всего, будут на ней ярче, то мне это вообще повода не сделает. Ладно, я попробую пару цветов, мне просто реально интересно. Так, ну что ж. Попробую самый вот плеклый. Например, вот этот. Сразу не буду никаких выводов делать, потому что, как мы уже увидели, краска бледнеет с высыханием. Поэтому покрашу и сделаю вывод. Выглядит странно, я точно не ошибусь, когда делала выкраску, потому что вот этот розовый вообще не похож на вот этот красно-розовый. Ой, какой жирненький черный-то, вы гляньте на него. Главное, чтобы ты таким остался. Ой, что ж, индиго, дорогой, я прям жирно наберу, прям жирно. Ой, ну какой же красивый цвет, а. Блин, ну вы сравните просто. Да, это свойство хлопковой бумаги съедать цвет, но не так сильно. Все-таки хлопковая бумага это профессиональная бумага для акварелистов, и акварель должна нормально выглядеть на подобной бумаге. О, черный бледнеет. Даже нацелелось, серьезно. Так, давайте еще вот этот коричневый. Я не знаю, я прям стараюсь супер жирно брать. Я в отзывах читала, человек писал, мол, очень-очень жирная краска, можно прям одну капельку брать и очень долго красить. Очень экономно из-за этого, ну не знаю. Блин, это золотой. Не грустно. Простите за негатив, но, блин, это грустно, реально грустно. Все, блин, розовая побледнела. Зеленая тоже побледнела. Блин, она, че? Она выглядит еще бледнее, чем на хлопке. Это как вообще? Тут буквально несколько цветов прям яркие. Вот этот вот красный и вот этот лимонно-желтый. Вот этот синий. Ну, в принципе, вот этот оттенок тоже. Фиолетовый тоже неплохие. Ну, вот этот. Но, блин, основная масса. Ладно, сейчас мне интересы ради. О, нет, что с тобой не так? Лавандовый, ты чего? Хочу сделать градиент. О, а че это? Этот цвет здесь прям такой. Ой, а здесь он такой. Че происходит-то? Сделаю лавандовый переход. На самом деле, это вообще не лавандовый. Коробка говорит, что это вообще ультрамарин. Лавандовый это типа вот. Ну, и ультрамарин, блин, это вот. А не вот это. Так, ладно. Ладно. Я просто подожду, пока оно высохнет. Я не понимаю, то ли у меня что-то, блин, с бумагой, то ли что. На видео у других людей эти краски выглядят намного ярче. Хотя у меня максимально приближенная к реальности настройка видео. Я специально так подкручиваю на всяких обзорах, чтобы прям видно было, как вот в жизни. Человек, блин, искренне хвалит этих чуваков. Бест, бест, асом, асом, май фейворит. Серьезно? Ладно. Сколько людей, сколько мнений, конечно. Я с этим спорить не буду. Окей. Кому-то нравятся Гансайт Амби, кому-то нравятся другие краски. Это ок. Это все ок. Тем временем высохла выкраска и... Ой, я не знаю. Да, блин. Во-первых, они странно, в принципе, высыхают. В места, где я добавляла воды, чтобы сделать якобы растяжку, как я примерно делала вот здесь, они местами вот делают вот эту вот штуку. Этот вообще какой-то неприличный цвет стал. Какого черта? Они все похожи на маленькие писюны. Это послание мне от бога японской акварели? Я тебя услышала. Черный. Тот великолепный, насыщенный черный снова побелел. По тому, как они высыхают и, в принципе, выглядят на бумаге, у меня складывается ощущение, что они какие-то очень... Не знаю, у меня такое ощущение было от икеевских детских красок. Как будто в них много белил, что ли. С другой стороны, это все-таки традиционная японская краска. По сути, что это среднее между акварелией и гуашью. И, возможно, она такая и должна быть. И просто я, ну, по-не понимаю. Возможно. Я не исключаю такого варианта, поэтому можете не воспринимать мои слова всерьез. Но я делаю обзор по своим впечатлениям, поэтому я продолжу делать обзор по своим впечатлениям. Изначально я хотела раскрасить эту акварелью рисунок в своем скетчбуке, потому что скетчбук у меня уже заканчивается. Ну и, знаете, совместить приятное с полезным. Но, честно, мне не хочется вот эту акварелью красить рисунки в этом скетчбуке, потому что на фоне других рисунков, рисунок этой акварели будет смотреться блекло. И я напомню, это тот же самый скетчбук, где я рисовала, например, Кои, той самой акварели, которую не все любят. И даже той дешевый акварели с Алиэкспресса. Ладно, я нарисую отдельный рисунок на отдельном листе. Целлюлозы. Это вздох разочарования. Ладно, у меня тут тем временем прям лихо родилась идея, что именно нарисовать. Я знаю, что Соник уже максимально неактуален, уже редизайн вышел, и все любят редизайн Соника, но просто зацените, что у меня есть. Раз у меня не складывается обзор акварели, я просто буду показывать свои игрушки. Это игрушка Соника, и это просто моя любовь. Long Story Short это часть моего косплейного образа на новогодний корпоратив на работе, где я переоделась в Эггмана. И мне очень хотелось заиметь хоть какой-то образ Сратова Соника из первого трейлера. И я купила вот такую игрушку, и вот такую игрушку, и мама мне сшила их две вместе. И получилась вот такая вот прекрасная срань. Просто обожаю, блин, ее, просто сплю с ней каждую ночь. Но он же просто милейший, и я все к чему. Его лицо максимально выражает мои впечатления от сегодняшней акварели. Поэтому я, пожалуй, буду рисовать сратого Соника. О, да. Вы только не думайте, что я буду делать это на отвали. Я максимально постараюсь. Все-таки, в конце концов, смысл рисования в том, что даже любым материалом делать что-то нормальное. Кстати, я особо это нигде не рассказываю, но у меня есть криминальное прошлое, связанное с Сониками. Я была просто очень в этом фандоме. В годах 2008-2010, где-то так, я прям несколько лет рисовала только Соников. Конкретно Шедо Уруш, у меня даже был блог на Тамблере, Аск с ними. В общем, времена молодости. Начала про Шедо говорить автоматом. Начала я его ботинки рисовать, офигеть. Не рисовала их пять лет где-то. Короче, любила я эту всю тему. Сейчас уже не так сильно, но фильм прям затронул какие-то глубинные частички моей души. Реально был максимально странный период, когда я прям вообще ничего другое, кроме Соников. Несколько лет не рисовала, прям вообще ничего. И было максимально тяжко потом переключиться на нормальное рисование, потому что я вообще такая «А, что делать, как рисовать другие вещи?» А теперь новая проблема – я не могу рисовать Соник. Я по памяти рисую, у меня вообще никакого рефа нет. Потом открою реф, мне просто реально интересно, насколько я правильно могу его нарисовать. Ну, вернее, как, ладно, вру. У меня есть реф. Вот этот вот. Как вам, кстати, редизайн? Мне очень нравится, особенно на фоне того, что было изначально. Я, честно, вообще не понимаю, что это за поза происходит. Когда пытаешься рисовать динамику, получается непонятно что. Это грустно. Ладно, я не понимаю, что здесь происходит. А, я придумала. Странная поза, неустойчивая. Сначала хотела сделать, чтобы он, типа, бежал. Но, чтобы он, типа, бежал, не получилось. Можно сделать, что он роняет свой чили-док. Или нет? Не знаю. Что-то я под впечатлением отоговорили. Даже нарисовать что-то не могу нормальное. Хотя, может быть, потому что время 12 часов ночи. Ладно, вернусь к своей первой идее, что он просто бежит. Это будет попроще и почище. Ну, от кого-то он убегает. Так, на этом этапе мне придется искать рефы. У него же какие-то такие, ну, пробные дуги огромные. А, блин, еще эти колючки лохматые такие. Ну, я не буду делать ему натуралистичное тело с жопкой. Нет. Блин, я даже пытаюсь нарисовать его всрат, а все равно не могу сделать это так всрат, как первый редизайн. Мне хочется канонично его нарисовать, потому что, ну, блин, ты Соник. Окей, что ж. Вные разы я бы постаралась побольше над скетчем, но таковы правила сегодняшнего выпуска. Буду ланить как есть. Ио, я так не хочу ему эти человеческие губы рисовать. Ио. Отвратные зубы. Вы видели зубы настоящих ежей? Это капец. Очень странный нос в старом дизайне. Он как бы вроде канонично торчит, но при этом он какой-то отвратный. Ладно, я прекращу слишком много времени уделять комментарию о старом первом варианте Соника, потому что, ну, это реально уже супер неактуально. О, да, эти глаза. Они даже цвета другого были. Да, я буду продолжать комментировать старый дизайн Соника. Ио. Ио. Все мое естество против рисования Соника с раздельными глазами. Ну, ладно, справедливости ради у него были довольно милые ушки. Кстати, во времена своей молодости, когда я рисовала всяких Соников, я рисовала им просто гигантские уши. Мне казалось, что это очень мило. Кстати, хотите, я могу снять видео о своих старых рисунках. С полными откровениями. Знаете, я сделаю подлянку. Если это видео наберет 15 тысяч лайков, то я сделаю видео о своих старых рисунках. Так делают всякие блогеры, я смотрела. Так, я приступаю к самому трудному этапу. Рукам. Никогда я нормально руки не умею рисовать, но сегодня такой день, что даже не буду особо пытаться. Ну, ладно, могло быть и хуже. Так, кроссовки я, пожалуй, тоже все-таки каноничные сделаю. Окей, я не знаю, что здесь произошло с кроссовком. Но давайте сделаем дружный вид, что так усрато и задумываюсь. Так, добавлю какой-нибудь шушку. Ого-ка. И, честно, я даже немножко расстроена. Я ожидала больше сратости от себя. Ну, ладно, работаем с тем, что имеем. Тебе как рисунок? Млев. Какой рисунок? Я просто ящерка. Дай мне спокойно поесть. Млев. А рисунок так себе. Спасибо. Спасибо. Ладно, на этом этапе пока оставлю его сохнуть. Пока впечатления непонятные. Очень сложно контролировать тональность акварелей, сделаешь чуть-чуть более темный, попытаешься промочить бумагой, чтобы высветлить оттенок, в итоге оно все покрывается нелогичными пятнами. Увидимся позже. Окей, новый день, новые свершения. И вне кадра я провела небольшой ресерч, по ходу которого выяснилось, что это по сути краска даже для каллиграфии скорее, чем для рисования. Поэтому я вдвойне не понимаю обилие хвалебных отзывов на нее. Но раз это заявлялось как полугуашь, можно посмотреть насколько она укрывисто сработает. Да, я использую белую краску, потому что это не акварель, что вы мне сделаете. Хочется как-то некоторые участки все-таки немножко высветлить. Но справедливости ради действительно довольно укрывистая вещь. У меня нет цели только принизить эту краску. Если есть какие-то плюсы, я буду о ней говорить обязательно. Она очень укрывистая, правда. Так что если в принципе не рассматривать ее как именно акварельную краску, то в принципе она имеет право на существование. Еще выяснилось, что в составе этой краски нет меда, как я изначально предполагала. Но также нет и гумиарабика, который является стандартным связующим в акварельных красках. В составе гансайтамби животный клей. Название говорит само за себя. Это по сути просто клеевое вещество на основе костей, меха и прочих производных от животных. Что не круто, но как я поняла это традиционный метод производства подобной краски. Поэтому не знаю, не знаю. Но есть в ней что-то вот такое вязко неприятное. Но мне действительно правда нравится укрывистость. То есть я иногда забываю про свойства акварельной краски и ожидаю подобную укрывистость от стандартной акварели. И очень разочаровываюсь, когда фейлюсь. Здесь прям классно. Я в какой-то момент уже отчаялась, думала, что Соник запорот. Но нет, его вполне легко сделать получше. Еще эта краска довольно странно смешивается между собой. И это тоже свойство такой вот традиционной японской краски для каллиграфии в том числе. И поэтому я не буду относить это к минусам, потому что ну такая она. Просто главное вот эти все пункты держать в голове при работе с ней. И просто при работе ставить перед материалом те задачи, которые он в состоянии выполнить. То есть не стараться смешивать ее как обычную акварель, не стараться так сильно наслаивать как гуашь. Все-таки это вот такой довольно специфичный материал. Да, я начинаю защищать эту краску. Я пытаюсь найти в ней плюсы, окей? Ну вот, также один из плюсов. Она очень быстро сохнет. Мне нравится белый. Он прям такой, прям укрывистый. И я, пожалуй, стрельну эту кюветку из палитры, чтобы использовать ее в повседневном рисовании. Я не знаю, у меня настолько двоякие теперь ощущения от этой краски, черт. Мой любимый момент. Блики белой краской. Которую я обычно делаю всякой белой ручкой. Но Гансай Тамби неплохо справилась с этой задачей. Так, ладно. Можно бесконечно раз его еще дорисовывать-дорисовывать. Останавливаюсь пока на этом этапе. Подожду пока он высохнет. И буду уже делать финальные контуры. Ну и выводы. Будешь выводы со мной делать? Единственный вывод. Мы ничтожны в сравнении с бескрайними глубинами бесконечного космоса. Я спать. Блин, я думаю, мне вообще никогда не было настолько сложно сделать выводы о каком-то материале. Потому что, ну я правда не знаю, какие выводы подвести. Мне не нравится эта краска. Я не хочу ей пользоваться на постоянной основе. Но при этом я могу прекрасно понять людей, которым может она понравиться. Все зависит от ваших личных требований к материалу. Если вам такое нравится. Нравится техника рисования подобная. Нравится консистенция. Нравятся цвета, как они получаются на бумаге. То это ваша краска. Я вообще не в праве вам запрещать ее покупать. Берите. В принципе, в целом, если рассчитать количество цветов и объем на цену, она не особо-то и дорогая. Но, опять-таки, для меня получилось дорого. Потому что я ее вряд ли буду пользоваться. И вот эта вот бандура будет лежать без дела. Ну не знаю. Белые точно найду применение. Может быть какие-нибудь детали рисунков буду рисовать какими-то цветами. Но все равно. Итог мне в целом нравится. Он такой получился довольно грязновато-блестящий. Прям на свету видно, что это все дело блестит. Это вот эффект, который дает как раз что-то типа там акрилу, гуаши или очень-очень-очень жирного слоя акварели. Не фанат такого эффекта, но вот по-другому не получилось. Вы прекрасно видели, как Соник выглядел в начале, когда это было только первые несколько слоев краски. Это было такое себе. Да. Я лично рекомендовать эту краску не осмелюсь, но ваше право. Соник, конечно, получился не настолько всратым, насколько мне хотелось бы его видеть. Но тоже довольно всратенький. В общем, такие дела, котаны. Спасибо вам большое за просмотр. Вам, как всегда, вдохновение. Рисуйте больше, рисуйте чаще. Не болейте. Напишите в комментариях свое мнение о рисунке в частности, об материале в общем. Ну и пока. Субтитры сделал DimaTorzok